доброго времени суток зрителям гостям нашего канала с вами росси и это канал сегодня мы начинаем серию прохождения его завезли в мой любимый магазин торрент поэтому я сразу же его приобрел даже не просто сейчас бубен кстати с фанатской модификации русского языка ну как это конечно специально обученные люди ее делали но я думаю что может быть немножко будет отличаться от оригинальной если оригинального русского вообще есть очень много игру я думаю сейчас это очень популярная тема кстати с момента выхода игры в стиме она купила рекорд рекорд по временному онлайну среди других новинок 2012 года локализация бкоманда комью и еще пять я еще хохли наши сделали просто обожаю хохлю люблю вас так в ланце значит нам надо выбрать культуру в ланце являются потомками авантюристов запада которые веками жили под властью империи прежде чем образовать независимое королевство с падением имперской власти не превратились хорошо организованное феодальное общество возглавляемой группой воинственных дворян которые предпочли сражаться копьями и копьями на лошадях на 20 процентов больше опыта для войск во время сражений стурги стурги потомки племен из северной кайрадии когда империя разрослась до их заснеженных лесов они обнаружили большое количество животных с отличным мехом на которых традиционно охотились стурги вождей стургов становились князинями соперничьи за лидерство с помощью наемников нордов которые перемещались на их территории стурги хорошие охотники и странники они могут перемещаться на дальнее расстояние с целью торговли или грабежа на 20 процентов штраф к скорости от снега империя колоргийская колоргийская империя находится в упадке еще до убийства императора оринокса некогда объединенное царство было разорвано политическими конфликтами сегодня эти фракции ведут эту войну все же колоргийцы терпят они технологически более продвинуты чем их соседи их мастерство инженерного дела являются не только в их акведуках красивой архитектуре и массивных городских стенах это также делает их экспертами в осаденных войнах бонус скорости 20 процентов достичь городских зданий ремонта стен и осадных машин асирай асирай это жители пустыни нехаса смесь кочевых бедуинов и оседлых земледельцев оазисов они славятся своим искусством верховой езды и знанием многих стран особенно медицины приобретенных в результате расположения на некоторых из самых прибыльных торговых пути континента каждый клан отчаянно гордится своим происхождением и часто завидует другим но когда их объединяет харизматический лидер они становятся главной силой на юге создание караванов обход с дешевле торговый штраф меньше на 10 кузаиты кузаит кузаитская конфедерация степных племен раньше вела кочевой образ жизни но совсем недавно обосновалась новоточной границей империи и постепенно переходит в аграрное общество с городскими центрами несмотря на это они все еще сохраняют традиции кочевой жизни в том числе свою любовь к лошадям они мастера конной стрельбы тани и верховой езды дополнительный бонус 10 процентов скорости для всадников на глобальной карте баттанцы баттанцы до сих пор помнят старые времена когда леса простирались через северную колорадию и амперия и ее города еще не нарушали их святость жестокие воины остаются верными своим традициям они разрисовывают свои лица когда идут в бой и даже их дворяне предпочитают сражаться пешком используя огромные топоры и двуручные мечи с недельной эффективностью при перемещении по лесу что в скорости меньше на десяти процентов в общем я не разбираюсь чтобы здесь лучше брать но я всегда во всех был за порядок за старый уклад поэтому за империю пускай это будет империя хоть она и разводилась значит дальше у нас на выбор мужчинка неплохой такой ему добавить пузы побольше был бы вылитый я давайте сначала определимся с голосом не нравится хорошо случайно помешать все сбросить отмена вернуть показать одежду а если такой маленький ну пускай будет средний рост цвет кожи не знаю как и должны выглядеть истинные перцы пускай будет не совсем светлая будет вот такие вот немножко так лицо глаза нос рот волосы раскраска и шрамы посмотрите тут можно вот такую можно себе сделать ребята то есть можно сделать такое вот мы имперцы мы ж не варвары правда я бы я бы заморозить какие-то бы усы тип зубов а какие такие блин это я считаю конечно обалденная детализация вообще на самом деле бы сделать эти зубы знаете чтобы вообще не было вообще потому что это же какой вектор толщина губы хорошо волосы вот прически давайте усы самое главное я на шо усы то есть можно сделать его каким-нибудь таким вот таким вот девочкой вот это я понимаю усы настоящие такие казацкие усы такие можно какого-нибудь взять это как у китайца ну бомба бомба вот это вот стилизация мне очень нравится ребята это прикольно когда есть возможность сделать усы и бороду типа вот теперь борода скрепить вот это полу покерские какие-то усы я считаю нам не подходит какую-то прическу такую мне кажется больше будет похоже на каких-то варварах может все-таки симперии надо такую какую-то более 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 человек ну культуру ну что хотя бы вот такого вызову такого и какие-нибудь бусы не такие казачьи пошел бы рубить всех просто давайте так и сделаем вот и сделаем лицо ширина глубина на тело жалко что нельзя сделать толщину больше ну пускай будет вот такой у нас блять как все-таки шрамы давайте может добавим так подумал топор целовал под юбку нырял наверно да и глаз потерял короче пусть будет упаковка так кстати выбор это ваши родители были ваш этого было это стандартная система rpg в том плане что она влияет на твои статы и тем самым отвечая на вопросы ты регулируешь свои статы ты можешь сам разрегулировать насколько я помню и нет здесь нет оттуда убираешь типа там ваши родители были ты был там некоторые вопросы как в прошлой части ничего нового хотя все новое так хорошо заботы стали так ваши родители были слогами лорда городскими торговцами замедельцами городскими ремесленниками ягарями городскими бродягами пускай будет ремесленники ваша семья владела собственной мастерской городе производившие товары из сырья привезенного в сельской местности ваш отец играл активную хоть и значительную роль в городском совете также зуба плачей 10 очков навыка 1 очков для навыков ковка и арбалеты очков для атрибута интеллекта давайте мы уже городскими торговцами детство такое дверь еще с тех пор же такая сразу прическа из такой прическа батью жизнь прожил всю жизнь жили стрелять одинаково вообще никакого у меня не было никаких изменений в жизни так вот здесь вот зрели за обаяние любовь к числам внимание к деталям силу навыки лидерства любовь к животным верховая езда будет лучше медицина инженерия лидерства тактику давайте я люблю животных взрослее вы проводили большую часть своего времени тренировочной городской площадке стражи добавить нам арбалет тактику нет с ручными бандитами хитрость плутовство одноручно с вашим наставником харизма уход с лошадьми давать мне на уход с лошадьми потому что животных любил и поэтому я думаю если любил животных то обязательно нужно чтоб уже со шадьми связал свою жизнь юность вступили в гарнизон путешествовали разведчиками тренировались с приходой тренос лучников с разведчиками конечно же все с разведчиками чтоб я с луком мог хорошо стрелять зрелость победа в дуалере отправка каравана удачное вложение в всескос от искусственный побег истинная честь победа в дуалере и того как и многих других кальдарьи война коснулась и вас ваш дом был опустошен армиями проходящими это за другой в конце концов вы продали все что у вас было и вместе с отцом матерью старшим и младшим братьями младшие сестры отправились в новый город который по слухам был безопасен но все пошло не так во время путешествия на таверну где вы остановились напали налетчики ваши родители были убиты младшая сестра и брат уведены в плен но вы с братом спаслись потому что одолели налетчиков дуэли отогнали их стрелами умчались на быстрых находях обманули налетчиков объединили постояльцев таверны одолели потому что мы одолели потому что по жизни мы силачи были видеть свое имя амнон алихор василопс артимендро артимендро я бы назвал себе раз так пошло и свое любимое имя ибрагим так все поставим очень легко ребятки пока что поменяем потому что я не сильный не сильный знаток в этой игре не хочу положить не хочу портить вам впечатление это видео поэтому будем гать очень легко брат прошло уже три дня как мы выслеживаем этих ублюдков я думаю близки нам нужно подумать о том что будет когда мы настигнем как мы собираемся спасти фасос и аллея мы готовы к бою готовы мы или нет у нас нет времени поспешим ты уверен в этом это опция завершит обучение с элементами предыстории запустит полную на пользовательскую кампанию рекомендуется выбрать эту опцию если вы уже однажды проходили обучение да никогда тогда ладно давай разделимся и поищем малышей отдельно и отправлю тебе весточку если выход чем ты прощай братуха акина следуйте безумие инерции уведомление уведомление через несколько часов после того как вы покинули террористую площадку на улице на раненого лежащего под дерево вы делились с ним водой и пытаетесь взять его раны как можно лучше он сказал вам что он путешествующий доктор чтобы благодарить вас за вашу помощь он вручает вам небольшой бронзовый артефакт которым когда-то с ним расплатил за помощь воин который сказал только что он связан с безумным нравится он подозревает что это очень важно вы решаете узнать больше выберите название своего клана конечно же ребята я просто не могу по-другому назвать просто легием навсегда одна душа точно у нас не будет хотя знаете можно было и по какого-нибудь петушка поставить хотя тоже такие заезженные шутки по петухам если честно уже просто пиздели давайте такое что-нибудь что-нибудь эдакая такой цвет фона красный а здесь я хочу хочу черный нельзя я бы черный хотел такой черный орел на этом пускай вы каждый красный размер размер чего орла так что у нас есть персонаж соответственно размещение кромки экстра хп плюс 3 очка здоровья каждому необходимый уровень у меня 25 урона наручного оружия увеличено 4 процента вот это выбрать конечно я же этот скажите мне я силач журнал восстановить свой клан эдраде эта земля полная опасностей увеличить ваши динары на 1000 конечно сразу задание расширить свой отряд до 20 человек достигнуть первого уровня клана но нет одного спутника спутника понятно исследуйте исследуя к эдраде вы можете узнать больше сам факт его важно способ любого лорда или леди о недавней истории империи давайте отправимся в соседнюю деревню едем в соседнее село на дискотеку так зимнюю вокруг пивея в основном принадлежат фарон архонт и южная империя деревня переживает трудные времена короче что-то напоминает мне все то же самое блин что и в той игре в прошлой первой части так ладно хорошо я хочу забираю всех 120 копеек я согласен у меня 1000 надо купить немножко товаров хотя бы зерна и немножко сыра чтобы что пожрать у нас на 10 и на 10 не да а да даже нет еще я по ним провизии 29 нормально готовы к бою 7 человек все мы в принципе не будем я думаю тут все все по старой схеме ищем разбойников хлопучим их после того как хлопучили кого-то забрали в плен там потом обменяли убили продали у нас вообще по карте надо кстати посмотреть но это потом все думал будем разбираться хрена было бы пройти обучение конечно но я ленивый я уже поехали посмотрим округе где-то должны были какие-то банюки нет людей кто-то есть у вас есть пацаны пацаны вот такие а ты шоу шли куда-то вот это отношение что имперский рекрут это кто тоже имперский рекрут в чем смысл не понимаю купить товар и принять где же где же машина забойнички опять россияра устраивать налет на поле полизию короче там люди нормально живут налет и устраивать всякую днища я вот что-то скучаю и не вижу здесь ни одного бандита хотя бы хоть где-то бы ладно давайте зайдем в поселение может старый самому подскажет о тренируйте войска для чё она хочет я ибрагим кто ты меня зовут ибрагим сир ваше имя я за за ракрис и владею здешней землей я говорю от имени жителей этой деревни вокруг этих земель дела идут и много херово у меня тут есть парни которые помогают мне с местными сметьянами но они долго не вышли против стоящих солдат может вы могли бы взять их показать им что такое настоящая война я не жду конечно что вы их подготовите к деревенской свите а к дворянской по крайней мере хотелось бы чтобы они могли дать бандитам просраться я помогу если смогу может и сможем взять их под свое крыло помочь им набраться опыта если вы можете назначить компаньоны на какое-то время они смогут остаться здесь и обучить парней я тогда дам вам немного провизии денег на их содержание из-за ваших лопат я возьму людей в свой отряд и покажу им как установить их отлично не скажу ребятам чтобы они присоединились к вашему войску только одно если это возможно поставьте чтобы их всех не убили хорошо зеленые войска мне не очень нужны а трупы еще меньше согласен все все вы получили немножко подкрепление себе человек нормально что-то на провизии нам тоже дали да да недощерпание провизии 13 маловато купить товары еще зерна надо будет делать а что делать пацаны что делать готово люди должны быть сыты так посмотрим задание тренировать стат для заркалис значит тренированные слова ты 0 из 10 хорошо дайте мне в бой и братство лицов объявила войну ботании невидимая рука объявила войну компании ну и название и вообще как-то скучновато пока ладно давайте отправимся в Тавею изначально может там какой-то а горные разбойники ура ура наконец да сейчас будет драка 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 в смысле они блять чего они ногами степить бегучие на лошадях что за бред о там какая там собачка идет нормальная драка какая-то интересно догоним их или нет наверно нет очень интересно наблюдать как они от меня убегают надо было брать того кто полез убег быстро бегать не вырили вы серьезно что вообще происходит ну наконец-то прятаться было тяжело да что вам от нас нужно вы никогда не вернете нас живыми пацаны придется вам туда умирать вот так надо ж пацанов качнуть для землевого владельца на движение руководства я на коньячке они пешком все хорошо временный ополченец ополченец временный так вот наши вражины уже бегут с у вы рубитесь пацаны лучше изничтожать он меня камнем кидают упором и короче я ему стрелой стреляю все быстровато улидет получили 0.9 известности деревянный молот фальшион лучше скорость взмаха рубящий урон но ускорение меньше урон колюще меньше и иначе поменьше а возможно больше в любом случае забираю все потом продам так хорошо этих работ мне конечно сейчас вот не знаю очень не нравится эта ситуация то что я еле скачу придется ускорять скорость да что вам от вас нужно это ведь так думаете а мы возьмем и возьмем придем и возьмем или не возьмем атака конечно же 20 дней на 6 это заруба страшная будет сейчас надо вообще конечно слазить с лошади пытаться самому как бы с ними сражаться у меня вот в прошлых сериях или версиях как правильно назвать Mountain Blade очень нравился момент когда можно было не помню что дополнение было там были польские гусары с такими хреними длинными на голове это было красиво с помощью кстати я вызываю с помощью F1 я выжимаю вызываю мемешку опа смотрите а тут у нас бандит на лошади кобылу его завалим все в атаку вот он сзади парла моих валит я смогу догонить может быть видите какой он ловкий да ну ладно сейчас мы постараемся его вот просто заколбасили это было изи бриз собираем этого разбойника он мне очень понравился готово фальшон опять предлагают мясо о шипованная броня чуть получше было наверно да кожаная обувь такая же что тут у нас еще есть куда можно кстати как там наши солдаты качаются пока еще качаются оставшееся время 18 дней нормально я бля только по пене и гоняюсь за дебилами на лошадях хотя они пешком что тут у нас обучен временная оплачение то есть уже по идее 2 из 10 нет в смысле что не того качнул имперский рекрут лучше да имперский пехотинец имперский лучник я хочу пехотинец что-то странно ему понять это не пешком от нас удирают мы сейчас за ними три дня в у нас это что-то за за бред блин так и не догнал это надо что-то то что хочет но готова так теперь хоть это сработало да теперь сработало но я только 4 и вы 18 дней осталось до окончания задания я только это время буду гоняться за за этими всеми дурочками наконец думаешь они себя в этом глины морду намазали сильные боевики стали сейчас мы с ними разберемся по-быстрому сразу валите в атаку вы же тренироваться сюда пришли или как пацаны я сейчас лажу я сейчас просто начну вас убивать я вам приду я вас буду прижать вы сейчас у меня камнями с вами докидаетесь сюда смотрите боевки так же остались такие предыдущие версии я просто решил дать вам экшена выбираем все готово может еще кого-то могу кочнуть еще немножко подкачать то было бы блин кем подкачать никого не мало никого абсолютно он кто-то побежал куда он убежал оп 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 горные разбойники иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда забадаю 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 догнал давай себе умри я думаю в принципе если мы еще армии 2-3 нахлобучим то ребята качнуться норма льды качнуться понимаю настоящий голос руководителя так ладно разгоняемся они мне так нахлобучат своими камнями вот ты вот ты лично ты тварь я тебя высел я тебя высел это очень сложно будет очень гордца вот этого заберем с собой заберем с собой так ладно на этом наверно ребятки все для первого видео хватит спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал мы вот сейчас еще обучим ополченца и будет все хорошо сам был россии это был канал роли game онлайн всем спасибо всем до скорых встреч всем пока